Очередная партия груза, на этот раз сформированная стараниями актива регионального отделения Российского Союза ветеранов войны в Афганистане и простых неравнодушных людей, отправилась в зону СВО. Помимо продуктов, питания и предметов первой необходимости, волонтеры-добровольцы решили поддержать ребят на передовой еще и автотранспортом. Ахмат Халкечев продолжит тему. Груз собран совместными усилиями актива регионального отделения Российского Союза ветеранов войны в Афганистане, а также коллективов общеобразовательных учреждений республиканской столицы и реабилитационного центра «Надежда» при поддержке республиканского Минственного труда. Перед выездом в зону СВО участники гуманитарного конвоя провели урок мужества и патриотизма с воспитанниками реабилитационного центра «Надежда». Много таких неравнодушных граждан, которые, узнав о нашем сборе, тоже в меру своих возможностей нам помогли. Хотелось бы им всем сказать огромное-огромное спасибо. Если не мы, кто прошедшие горнила войны, мы должны понимать и осознавать, есть такое понятие преемственность поколений. Дабы подбодрить боевой дух наших бойцов на передовой, ветераны Афгана решили лично сопроводить в зону СВО груз с поддержкой, который был сформирован по запросам самих военнослужащих. Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, волонтеры-добровольцы приобрели еще и цельнометаллический УАЗ, в народе прозванный «Буханкой». Он более проходимый и должен быть менее заметным при осуществлении разведывательных мероприятий, уверена ветерана. «Это уже третий раз. Мы постоянно на связи. Есть дети, которые воспитанники наши. Фамилию не буду озвучивать, они находятся на линии СВО тоже, на передовой. И есть наш сотрудник, который отсюда его и призвали. Он тоже на линии, постоянно с ним тоже на связи». Единомышленников, кроме простых людей и бизнеса, в их добрых стараниях активно поддерживает еще и республиканский штаб взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы убеждены, что тепло сердец земляков, передаваемое на передовую таким образом, должно в очередной раз напомнить нашим бойцам, что в них верят и ждут со скорейшей победой домой. Ахмат Халкевичев, Алий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.